дорогие друзья сегодня 3 апреля и вы слушаете и смотрите третий выпуск программы утренний соловей к сожалению приходится начинать не самых хороших новостей режим самоизоляции это у нас такой эвфемизм для обозначения карантина продлевается и видимо он будет ужесточен и это к сожалению указывает на очень опасную динамику эпидемии то есть больных становится все больше инфицированных тоже все больше правда их число мы конечно же не знаем и смертей тоже все больше и число смертей от нас скрывается но главным вопросом во время эпидемии станет совсем другой и уже наверное становится для большинства российских семей где нам взять деньги на то чтобы жить вот это вот главная проблема вторая проблема неразрывно связанная с первой это как нам заработать таким образом чтобы не подвергнуть себя максимальному риску или хотя бы значительному риску сожалению хороших совета у меня для вас нет в предшествующем выпуске во втором я говорю что вообще я не получил ни одного совета на сей счет как заработать деньги наконец вчера мне пришло письмо от одного достопочтенного джентльмена из томска он сказал что он делает следующее я вам сейчас расскажу значит он продает ненужные вещи на сайтах бесплатных объявлений причем продает не только собственные вещи но и вещи своих друзей и знакомых получая за это какую-то копеечку я понимаю что сейчас у вас напрашивается фраза для того чтобы продать что-то ненужное надо сперва купить что-то ненужное тем не менее пожалуйста займитесь инвентаризации своих гардеробов своих вещей возможно вы что-то найдете из того что вам настоящий момент не нужно и что можно было бы продать ну или может быть кому-то уступить задарма потому что людям нужны вещи люди наши беднеют сейчас не по дням а по часам прямом смысле слова это первое второе что надо иметь ввиду что хотя это копеечки ресурсы наши сокращаются и задача в том чтобы эти ресурсы максимально аккумулировать то есть сейчас важно не отказываться ни от какой работы с той которую можно выполнять дистанционно или выполнять с минимальным риском для себя проблема состоит в том что мы к сожалению не знаем истинных масштабов угрозы которые на нас надвинулся в которой мы живем от нас скрывают но это все-таки оставляет нам шанс взглянуть на проблему реалистически это очень важно нам надо смотреть на проблему реалистически не впадая в панику и не впадая в браваду реалистический взгляд состоит в следующем что по-видимому если не в этом году так следующему последующие годы большинство населения и не только нашей страны но и мирового и всего мира придется через эту болезнь пройти возможно многие из нас уже прошли потому что системы тестирования у нас нет а по неподтвержденным отчасти подтвержденным данным отчасти нет эпидемия вирус гуляет по крайней мере с ноября прошлого года возможно еще раньше евростью видимо проник раньше раньше января и возможно те болезни с которыми многие из нас столкнулись в конце прошлого года в начале следующего года это были как раз на самом деле вот этой коронавирусной инфекции это хорошая новость потому что значит многие из нас переболели а плохая новость состоит в том что у этого вируса несколько штаммов и если у нас есть иммунитет к одному из этих штаммов это не означает что автоматически появляется иммунитет к другому но это как с гриппом о чем вы знаете вот я вам рассказал о плохих новостях но есть и хорошие это главное хорошая новость как говорил мой учитель йоги когда мы переходили к нему на занятия сегодня мы живы и в этом наше счастье давайте поговорим как это счастье умножить упрочить и продлить нам очень важно сохранить сейчас не только свое физическое но еще важнее бы сказал психическое здоровье это тем более важно что сейчас общество наше плохое находится в очень плохой психической форме она переживает массовую невротизацию психотизацию какие мы знаем с вами средства для того чтобы противостоять этой уже психической скорее эпидемии чем собственно инфекция значит это умеренные физические нагрузки это пребывание на свежем воздухе надо я знаю что сейчас вы думаете или по крайней мере многие из вас ну как же самоизоляция требует находиться дома на самом деле не во всех странах не во всех странах скажем в латвии насколько я знаю мне писали мои латвийские коллеги что там разрешено выходить в парке и в леса гулять естественно находясь на достаточном удалении друг от друга британия разрешается заниматься спортом на улице в том числе пробежки и велопробежки велопробеги но только не в компании то есть в одиночестве в италии со вчерашнего дня разрешили выходить на улице людям с детьми потому что дети нуждаются пребывание на свежем воздухе значит пребывание на свежем воздухе ну медитация я говорил если вы даже раньше не практиковали я очень рекомендую попробовать самые простые формы это займет у вас не больше десяти минут в день это может оказаться интересным и полезным и может вы в это дело втянетесь музыка естественно и чтение чтение лично для меня это наилучший способ поддерживать психику в здоровом и рабочем состоянии но вот что я вам хочу порекомендовать особенно важно это для молодых людей если вы читаете то постарайтесь каждый день читать в том числе книгу бумажную это чрезвычайно важно потому что чтение электронных книг и чтение бумажных книг формирует различные типы нейронных связей я всегда своим студентам советовал хотя бы 10-15 минут в день читать именно бумажные книги я уж не говорю об эстетической стороне эстетика эмоциональной когда вы держите в руках какой-то том особенно если это старый этот запах эти страницы которые вы перелистываете еще один способ сохранить психическое здоровье это попытаться не думать слишком далеко вперед то есть не заглядывать дальше завтрашнего дня и решать задачи по мере их поступления вспомните что еще месяц назад мы с вами не могли представить той ситуации в которой ныне находимся и понятно что нынешняя ситуация будет ухудшаться это показывает насколько хрупок наш мир насколько хрупкие и непрочные установления в которых мы жили и что все меняется и может меняться очень быстро поэтому чтобы не сойти с ума не надо планировать сейчас то и попытаться предвидеть то что от нас совершенно с вами не зависит вот сейчас как раз прекрасная возможность в кавычках конечно прекрасная научиться жить сегодняшним днем и не думать о вчерашнем дне и не пытаться заглядывать в день послезавтрашний по крайней мере если растет напряжение она действительно растет когда мы находимся в стесненных обстоятельствах когда информационный фон исключительно негативный и возникают навязчивые мысли то какой способ от них избавиться если не помогает медитация умеренной физическая активность там разговоры дружеские разговоры с домочадцами то можно попробовать пить сбору успокаивающих трав или легкая седативная в этом нет ничего дурного никакой зависимости не появится я это знаю по себе если у меня очень сильный длительный стресс это конечно бывает то тогда я пью легкая седативная допустим мне помогает новопассит это снимает пики напережения это не избавляет вас совершенно от напряжения вы не превращаетесь в овоща но пики напряжения и навязчивые мысли у вас начинается ослабевать что очень важно и в заключении как обычно несколько книжных строк но сперва я расскажу историю которая этим строкам предшествует в которой я лично принимал участие это стихотворение юлии мамочевой одной из самых талантливых русских поэт с поэтов современной россии воли обстоятельства выпало так что она училась на том же факультете мгему где я преподавал имел честь преподавать вот когда юлия уже училась на четвертом курсе бакалавриате это был заключительный курс выяснилось что у нее не лады с одним из предметов она не может сдать экзамен и если она этот экзамен не сдаст то ее не допустят госэкзаменом и не допустят к защите диплома то есть четыре года обучения гимо пошли бы на смарку и значит мне как заведующему кафедрой пришлось участвовать в комиссии которую не принимал окончательный окончательный фактический экзамен поскольку я юлию знал только шапочная они и собственно ничего не знал даже не знал о том что она поэтесса я спросил своих коллег имена естественная фамилия называть не буду а собственно говоря что за проблема у девочки возникли могут она учиться неплохо но вот возникли проблемы по предмету и кстати говорит мне одна из моих коллег вот ее характеризует как чуть ли не современного пушкина на что вторая моя коллега отреагировал следующим образом тогда я чувствую себя потенцией дантеса и сейчас солнце русской поэзии имеют все шансы закатиться по счастью для солнца русской поэзии все обошлось благополучно юлия сдала нам экзамен получила вполне заслуженную оценку и смогла успешно завершить обучение мгему а сейчас я читаю стихотворение выбрал его именно потому что речь идет о том и о тех кто особенно важны в условиях изоляции и карантина в которых мы сейчас находимся кстати это стихотворение юлия было написано но по крайней мере опубликовано в начале марта этого года она как будто предчувствовала для хороших поэтов это кстати характерно развитая интуиция как будто предчувствовала то с чем мы столкнемся и так юлия мамочева сохрани боже тех кто умеет медленный подвиг укрощает горячих и буйных прощает подлых это как правило женщина их души светлы как степи такая все сможет выдержит стерпит это как правило бабушки матери жены все мы их тихим подвигом береженные медленным подвигом час по глоточку по крошке по капле я говорю за всех кого опекали говорю за всех за кого молились шиве пророку мухаммеду деве марии с тонким младенцем за всех у кого за спиной целое войско тихое святое я не умею такого я бы ей богу лучше подпуле чтоб быстренько и не больно чтобы все видели чтобы войти в историю даже если бы это мне жизни стоило ведь подохнуть за правду легче чем же для других те что тихо хранят меня боже храни ты их потому что если ты есть то это уже немало значит вправду они твои ласточки твое войско потому что если ты есть то ты тоже чья нибудь мама и глаза твои звезды дорогие друзья берегите себя своих родных и близких я с вами спасибо вам и до встречи